В данный момент мы находимся около представительства издательства Electronic Arts, чтобы поговорить о проекте Mirrors Edge. Добрый день, меня зовут Алекс и я представляю русский журнал «Страна игр». Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о Mirrors Edge. Меня зовут Ларс Густавсон, я креативный директор швейцарской студии DICE, которая расположена в Стокгольме. Сегодня я показываю игру Mirrors Edge. Это, по сути, приключенческий экшен. Платформеров и шутеров в мире вышло огромное количество, и мы решили по-новому подойти к этим жанрам. Смешать их в одном проекте и сделать акробатическую игру с видом от первого лица. Если камера находится за персонажем, то создается эффект отстраненности, как при просмотре кино. Вид от первого лица, наоборот, помогает вжиться в роль. Вот на этой основе мы и начали разработку. Что послужило вдохновением при создании игры и ее героини? Создав прототип, мы поняли, что можем передать чувство скорости в игре с видом от первого лица. Затем мы начали делать историю в сотрудничестве со сценаристом Рианой Пратчетт. Она работала над многими играми, Оверлорд, например. Это очень хороший сценарист. Так мы начали строить сюжеты, создавать Фейв, героиню. Она нетипичный игровой персонаж. Обычно мы видим в играх фигуристых и почти раздетых девушек. Фейв напоминает скорее спортсменку. Она живет в современном городе, чем-то напоминающем Токио или Нью-Йорк. Население этого города находится под жестким контролем. Правительство попыталось сделать идеальный мир Нью-Иден. Оно хотело истребить преступность, и у него это получилось. Жизнь обычных людей стала от этого лучше, но пришлось заплатить определенную цену. Все коммуникации находятся под строгим контролем. Правительство читает личную почту, следит за всем. Новости можно получить только после того, как их одобрит правительство. Фейв не нравится такое общество, и она живет на его задворках вместе с другими. Их нанимают, чтобы передавать секретную информацию. Фейв – один из курьеров. Им приходится перемещаться нестандартными способами, потому что улицы патрулирует полиция. Техника героини напоминает паркур. Это движение очень нас вдохновило. То есть она вообще не ходит по улицам и всегда прыгает по крышам. Чаще она над городом, но иногда попадает и на улицы. Только там ее сразу же заметит полиция. Иногда она будет под землей, в домах, на природе. У нас много разных локаций. Ей не придется прятаться от полиции в городе? Я пока не могу обо всем рассказать. Многие, когда увидели трейлер, забеспокоились, что в игре будут только крыши. Но здесь мы, например, показываем уровень под землей. Начинается он на улице, но полиция загоняет вас в канализацию. Нас вдохновили каналы для слива воды в случае цунами, которые расположены под Токио. Это большая канализация, которая может проглотить огромное количество воды. Почему героиня бегает от полиции? Сестру Фейв обвиняют в преступлении, и наша героиня отправляется на помощь. Полиция, соответственно, пытается ее поймать. Ваш уникальный стиль как-то связан с сюжетом? Почему все такое белое? От художников мы хотели несколько вещей. Во-первых, мы хотели, чтобы стиль игры узнавался в каждом скриншоте. Чистая, стильная картинка. Во-вторых, мы видим мир глазами Фейв, а ей город не нравится. Ей кажется, что правительство пускает пыль в глаза населению. Снаружи все красиво, но сердцевина прогнила. Вот почему город выглядит таким стерильным. Героиня получит по мере прохождения какие-то новые способности. Что она вообще может делать? Игра держится на трех китах. Первый – пазлы, они основаны на акробатике. Вы уже видели пример с вентиляцией. Второй – погони, вам постоянно нужно уходить от врагов. И третий – бои. Можете либо сражаться, либо убегать. Убегать сложнее, но можно пройти всю игру, никого не застрелив. Но она умеет использовать оружие, верно? Да. Она хорошо владеет боевыми искусствами. Мы работали с экспертом по боевым искусствам Кристалом Агнером и попытались показать, как женщина может обезоружить или отключить врага. Мы пытаемся сделать все реалистичным. В бою вы можете использовать обычные удары, но раз у всех противников оружие, к ним требуется особый подход. Когда хищник нападает на большую стаю, ему нужно отделить жертву от масс. Так же и тут. Выберите одного полицейского, отберите его оружие. Патроны можно использовать только те, что остались в стволе. Кончаются патроны, приходится бросать пушку. Так же с оружием вы замедляетесь. То есть с оружием нельзя прыгать по домам? Да, именно так. Это своеобразный обмен. Можете выбрать одно, можете другое. Все зависит только от вас. Так же, раз игрок смотрит на мир глазами Фейв, ему доступно зрение бегуна. Если бы я, например, посмотрел на гору, то ничего бы особенного на ней не заметил. Если профессиональный альпинист посмотрит на ту же гору, он сразу поймет, за что нужно ухватиться. Мы отражаем это, выделяя некоторые элементы мира в красный цвет. Причем такой путь, помеченный красным, не всегда будет самым коротким. Это просто подсказка игроку, которая особенно поможет на начальных уровнях. Насколько далеко готова героиня зайти в бою? Можно ли будет взорвать дом базукой? Нет. Мы уделяем внимание именно скорости и погоням. А будет ли стелс? Стелс – да, будет. Вы можете уклоняться от боя, обходить врагов. Это не полноценная игра в прятки, а скорее просто бег от врага. Можете прыгать по стенам, хвататься за края домов. Мир очень продвинутый. Будет ли в игре открытый мир, или придется ходить от одной цели к другой? Мы не хотели делать открытый мир, потому что нужно было использовать интересный сюжет. У нас все-таки очень хороший сценарист. Так что все строится по уровням, но внутри уровня будет достаточно свободы. Можно выбирать разные пути. Конечно, периодически мы будем прерывать геймплей сюжетными элементами, но все будет показываться глазами Фейв. Насчет технологий. У вас очень большие уровни. Не было ли с ними сложностей? Ведь нужно создать не только крыши, но и город внизу. Мы хотели сделать что-то новое. Действие разворачивается в современном метрополисе, поэтому без небоскребов не обойтись. И чтобы сделать большие уровни, нам пришлось много работать для этого с движком, но мы все равно направляем игрока через мир. Кстати, если захотите, цветовые подсказки можно отключить. Предусмотрен и такой хардкорный режим. В обучающей миссии мы учим игрока всем основам. Управление очень простое. На одной кнопке все прыжки, с одной крыши на другую, через забор, на лестницу. Все это на кнопке L1 у PS3. Приседания, подкаты и L2. По сути дела, вся акробатика строится на двух этих кнопках. Вкупе с другими комбинациями они образуют основу геймплея. Вы не открываете новых приемов. Не будет мега-ботинок второго уровня и супер-ног третьего. Растет не герой, а игрок. Сначала вы будете забираться на одну стену, потом также карабкаться на вторую. Позже научитесь на ускорении забежать на первую, перепрыгнуть на вторую и подняться наверх. Так что игрок учится по ходу. После первого прохождения вы сможете по-новому взглянуть на начальные уровни. Прямо как в настоящем паркуре. Спортсмен смотрит на мир и думает, как его можно использовать. Мы хотим, чтобы игрок делал то же самое. Ну, в паркуре зато врагов с пистолетами нет. А будут ли боссы или какие-то специальные задачи? Ну, об этом я много сказать не могу. Даже здесь мы показываем много разных врагов, и по мере прохождения игры будут, конечно, появляться новые. Игра очень необычная. Какую реакцию она встретила у игроков? Если была критика, вы готовы что-то изменить? Мы много тестировали проект, но только недавно начали показывать прессе. Было три главных вопроса. Многие боялись, что в игре только крыши. Чтобы опровергнуть такое мнение, мы показываем новые уровни. В здании, на крыше, под землей, на улице. Во-вторых, многие считали, что игра линейна. Они увидели цветовые подсказки и решили, что по ним можно пробежать через всю игру. Все, конечно, обстоит не так. Путей много, и вы сами можете найти подходящий. Третий вопрос управления. Трюки были довольно сложные, и многие боялись, что не смогут в них разобраться. Другие опасались, что игра слишком простая. Вы жмете кнопку, а Фейв все делает сама. Вот почему мы приглашаем журналистов поиграть на Е3. Люди очень быстро схватывают управление и понимают, что его можно долго осваивать. На самом деле, каждый, кто попробовал игру, смог пройти начальный уровень даже без обучающей миссии. Мы просто показали им кнопки. Люди понимают, что система простая, но довольно глубокая. Мы очень довольны отзывами. Люди любят игру. Мы очень счастливы. В разработке не участвуют никакие японские студии, просто героини-азиатки. Нет, только мы, Дайс из Стокгольма. Мы до сих пор делали Battlefield, раллийные гонки и пинбол. Так что для нас это что-то совершенно новое. Графически игра напоминает Ридж Рейсер, где был очень чистый и стерильный мир. Это европейская разработка. У нас очень талантливая команда. Арт-директор и концепт-художники отлично передали не только движение героини, но и сюжет. Героиня, звуки, отличный саундтрек, все сделано по высшему разряду. Если вы не заметили, я горжусь. Когда игра выходит? В конце года. Европа или США? Пока мы просто целимся на конец года, хотим сделать одновременный запуск на всех консолях. Большое спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!